МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Между мытищами и китайским городом Дэчжоу было подписано соглашение о породненных отношениях. Этот документ предусматривает, что новые города-побратимы будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, науки, культуры, образования, спорта и многих других. Кроме того, новое соглашение позволяет обмениваться специалистами. Какие перспективы и возможности открываются для округа, расскажет Сергей Берзин. Что мы знаем о Китае? И много, и мало. Много о китайских технологических гигантах и их достижениях, но мало о китайской глубинке. Например, городской округ Дэчжоу в провинции Шайдун. Его население 5 миллионов человек, и хотя находится он вдали от основных центров страны, это отнюдь не захолустье, а скорее центр опережающего развития. Чем вызывает понятный интерес. Самое главное, конечно же, это обмен теми опытом, ведением бизнеса, которым нам стоит все-таки поучиться у китайцев, как они быстро все осваивают, как они быстро перестраиваются. Несмотря на то, что, конечно, наши предприниматели тоже молодцы, они учатся всего быстро, но наши коллеги из Китая превзошли всех. Для Московской области Китай – главный партнер по объему совокупной торговли. Новые города-побратимы будут сотрудничать в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности, науки и техники, культуры, образования и спорта. Будут обмениваться специалистами. Важны совместные производства. И вот я вижу то, что в совместных производствах будущее. Кому-то нужны счетчики, кому-то нужны автозапчасти. И вот тут технологии и наши, потому что наши технологии тоже весьма эффективны. Я думаю, что и мы у них поучимся, и они у нас. В формате видеоконференции города обмениваются презентационными материалами. Точек для сотрудничества предостаточно. Хочу поблагодарить народное правительство провинции Шаньдунь за предложение установления дружеских связей. Надеюсь, наши отношения будут развиваться и крепнуть. Предлагаем начать сотрудничество, взаимодействие между муниципалитетами именно с гуманитарного сотрудничества, сферы образования и культуры. А ведь наше сотрудничество началось уже давно. История богатейшая. Еще с 18 века приходил в центр России китайский чай, шелка, фарфор. Сегодня Китай вернулся и в новом качестве. Китай – это товар, но не только товар. Вот вы сами были свидетелем о том, что есть в том числе и образовательные, научно-образовательные учреждения в Московской области, в том числе и в Мытищах, которые готовят специалистов с китайским языком, значит, школы, вообще образовательные. Я думаю, что такое сотрудничество с городом Дэджо, оно, конечно, даст определенный новый канал гуманитарного сотрудничества, не только экономического, но хотелось бы, конечно, и экономического, чтобы китайские предприятия какие-то появились в Мытищах. Соглашение подписано. Оно рассчитано на пять лет и будет автоматически продлеваться после истечения срока. Намечены контуры будущего сотрудничества. Чем оно будет наполнено, зависит от нашего желания учиться новому. В школах городского округа преподавание китайского языка становится все более популярным. Не так он труден, как малевали его раньше. Это хорошо знают преподаватели китайского языка. Китайцы охотно общаются на русском языке. У них, куда бы они ни приехали, они всегда учатся. И для них это кредо учиться, познавать. И, в принципе, я надеюсь, что и для наших русских детей это тоже кредо. И они тоже будут учиться и пытаться говорить на китайском языке. Дети с желанием, с огромным желанием учат слова. Полгода они уже отучились. Они повторяют слова в песне. И с фонетикой у этих детей намного проще и легче. Уже с этого года в некоторых школах китайский преподается с первого класса. И осваивается быстрее. А значит, точек соприкосновения у нас будет больше. Губернатор Московской области Андрей Воробьев на этой неделе провел первое в этом году совещание с главами муниципалитетов и обозначил планы на этот год. В 2023 продолжится внедрение искусственного интеллекта в самых разных сферах. Например, в работе общественного транспорта, уборке дворов и вывозе мусора. Как показывает практика, современные технологии повышают эффективность служб и помогают сократить количество жалоб. Губернатор также добавил, что в 2023 году планируется расселить свыше 220 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Это 14 тысяч человек. При решении этой проблемы важно не забывать и о строительстве социальных объектов в шаговой доступности. Школ, детских садов, поликлиник. На этом также был сделан акцент в наступившем году. Сейчас в Подмосковье в социальной стройке находится свыше 160 учреждений. 64 из них должны ввести в 2023. Многие из них в мытищах. Среди них детский сад и школа в деревне Погорелке, а также пристройка к школе номер 6. Ход строительства проверила глава округа Юлия Купецкая. Подрядчики обещают завершить возведение этих объектов в 2023 году. Все ли идет по плану и смогут ли дети пойти 1 сентября в детский сад и школу, расскажет Татьяна Горностаева. 137 человек задействовано в строительстве пристройки к школе номер 6. Работы ведутся и днем, и ночью, несмотря на погодные условия. Глава округа своевременно проверяет выполнение строительных этапов. Подрядчику поставлена задача завершить все работы до апреля. Ведутся работы по устройству конечных приборов инженерных систем, отделочные работы, работы по фасаду, частично работы по благоустройству, которые можно выполнять в такое время года, соответственно, штукатурные и малярные работы. После весенних каникул 7 апреля у школьников будет возможность заниматься в новых кабинетах физики, химии, информатики и черчения. Новая пристройка рассчитана на 200 учеников. В трехэтажном учебном корпусе общей площадью 3700 квадратных метров, помимо учебных и лабораторных классов, разместят пищеблок с обеденным залом на 300 мест, спортивный и актовый залы, библиотеку, медицинский блок. Через полгода новая школа и детский сад появятся в деревне Погорелки. По словам главы округа, уже 1 сентября двери новых социальных объектов откроются для школьников и дошкольников. Я приехал, увидел реальную динамику. Но он приехал, по сравнению с предыдущим, да, мы увидели, потому что у нас второй уже этаж, да, уже возведение. По словам застройщика, строительные работы идут согласно графику. По некоторым позициям есть опережение. Садик 4300 квадратных метров, поэтому наделка там в пределах месяца делается. Одной из особенностей нового детского сада – интересное фасадное решение. Современная система безопасности и инженерное обеспечение. В частности, тёплые полы на первом этаже. 80% монолитной конструкции выполнено. Сейчас производятся работы по каменной кладке, закрытию внутреннего контура. Также проводятся работы по монтажу инженерных систем. Рядом с детским садом в деревне Погорелки строится новая школа. Четырёхэтажное здание площадью более 16 тысяч квадратных метров рассчитано на 1100 учеников. В настоящее время на объекте трудятся 110 человек и 4 единицы техники. Ведутся работы по устройству кровли, кладка стен и перегородок, устройства инженерных сетей. Планируется, что школу ведут в эксплуатацию в августе этого года. Строительство ведётся с привлечением бюджетных кредитов по федеральному проекту «Инфраструктурное меню». С 1 января вступили в силу изменения, которые касаются всех россиян. А именно, ликвидация пенсионного фонда, увеличение минимального прожиточного минимума, индексация пенсий и введение закона о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Последнее стало темой обсуждения на оперативном совещании главы округа. Анна Смирнова с подробностями. Новый год начался с внесения изменений в действующее законодательство. Одной из самых важных коснулась социальной сферы – материального обеспечения семей. Ранее финансовая поддержка уже существовала в виде отдельных выплат. Теперь она станет универсальной. Она объединит в себе сразу пять пособий. Это выплаты беременным, пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, выплаты на детей до трёх лет, от трёх до семи лет и от восьми до семнадцати. Первый и главный вопрос, который возникает у жителей – куда обратиться, чтобы получить выплату? Со вчерашнего дня, с 9 числа, наша МФЦ начинает принимать в электронном виде данную услугу. Также можно подать через госуслуги. И хотелось бы отметить ещё новшество. У нас теперь с 1 января 2023 года начал работать социальный фонд «Россия». Он объединил в себе пенсионный фонд и фонд социального страхования. Как и ранее, новое пособие положено не всем, а только тем, кто будет признан финансово в нём нуждающимся. Выплату смогут получить семьи с низкими доходами. Также будет учитываться наличие у них имущества. Выплата назначается на каждого ребёнка. И её размер в зависимости от уровня дохода в семье может составлять 50%, 75%, 100% детского прожиточного минимума в регионе проживания. Ещё одна важная тема повестки совещания – это развитие досуга старшего поколения. На территории Мытищ проживает почти 60 тысяч жителей серебряного возраста. И чтобы их жизнедеятельность была активной и интересной, с 2019 года в регионе реализуется губернаторский проект «Активное долголетие». За это время клуб в нашем округе набрал более 6 тысяч постоянных участников. Каждый житель может найти для себя занятие по душе, интересное общение, может раскрыть свои таланты. Такие филиалы клуба находятся и в Марфино, и в Пирогово, и в других микрорайонах округа. На момент открытия в клубе для старшего поколения было предусмотрено 9 активностей, среди которых танцы, творчество, пение, физкультура и другие. Однако потребности жителей серебряного возраста растут. И поэтому на базе учреждений культуры, спорта и социального обслуживания были введены новые кружки. Это студия красоты и здоровья, в рамках которой проводятся лекции. Кроме того, студия «Позитив», где проводятся развлекательно-познавательные программы, такие как «Восток-Запад», «История фокусов» и другие. Конечно же, активно работает наша студия вязания и бисероплетения. Вязальные войска участниц активного долголетия прославились на весь округ. Они вяжут тёплые вещи для военнослужащих в зоне СВО. Жители старшего поколения хотят быть максимально активными и вовлечёнными в жизнедеятельность округа, поэтому клуб планируют расширять. Вскоре ещё один филиал появится в микрорайоне «Дружба». Посмотрим ещё дополнительные локации на территории городского округа для открытия клуба «Активные долголетия». Возможно, в наших других микрорайонах, в Леонидовке. На ваши предложения, потому что запрос этот у жителей есть. Они готовы встречаться, и ведь многие у нас из разных микрорайонов едут специально в 16-й, как на работу. И об этом нам жители говорили. Глава округа Юлия Купецкая отметила, что приоритетная задача – создать старшему поколению условия максимального комфорта и привлечь как можно больше жителей, чтобы их долголетие было максимально активным. Адресная помощь мобилизованным – одно из основных направлений деятельности местного отделения партии «Единая Россия». Штаб ежедневно собирает, сортирует и передаёт необходимую гуманитарную помощь тем, кто в ней особенно нуждается. К сбору подключились не только неравнодушные граждане, но и депутаты всех уровней, волонтёрские организации и предприятия. Тема продолжит мои коллеги. Супруга мобилизованного Анна обратилась в местное отделение партии «Единая Россия» с просьбой помочь её мужу и матищинским военным, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Когда была мобилизация, 27 сентября забрали, они два месяца были в Серпухове на обучении. У меня муж – офицер. И дали их, отправили. Вот уже сколько? Мне несколько месяцев? Уже почти два месяца скоро будет. Ну, удаётся как-то на связь выходить, общаться? Ну, удаётся. Пока да. По словам Анны, недавно ей удалось встретиться и лично передать в руки мужа необходимые вещи и узнать о том, чего ещё не хватает. Мы сегодня привезли по заявке ваши комплекты индивидуальные. Это зимняя форма здесь, термобельё, носки, берцы, тактические рюкзаки. Зима вносит свои коррективы. И военным необходимы утеплённые армейские палатки для ночлега, отдыха и укрытия от непогоды. Их совсем скоро передадут мытищинским военным. Также мы передаём лапшу быстрого приготовления. Это то, что можно в условиях, в которых сейчас находятся ребята. Всех неравнодушных ждут в местных отделениях партии «Единая Россия» по адресам Юбилейная 27 и Мира 37. Всего в Мытищах развернуто пять пунктов сбора гуманитарной помощи. Штаб открыт на базе молодёжного центра «Импульс», Мытищинского колледжа и благотворительного склада «Семья-семье» по адресу улица Семашко, дом 49-8. Принимаем тёплые вещи, принимаем консервы длительного хранения, лапшу быстрого приготовления. Всё, что можно передать туда и что сейчас в условиях, в которых сейчас находятся ребята, можно оперативно и быстро приготовить. По словам Юрия Гончарука, в эти дни никто не может оставаться в стороне. И лишь объединившись мы сможем приблизить долгожданную победу. Если у вас есть желание и возможность помочь, присоединяйтесь. Собрали по заявкам ребят, то, что ребята просили. Передадите, передавайте привет, то, что их все помнят, ждут дома. Мы гордимся ими. Далее короткая реклама. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эта площад� Субтитры создавал DimaTorzok В Матищих открылось отделение «Движение первых». Это всероссийское объединение детей и молодежи было создано в декабре прошлого года. Своей миссией оно считает воспитание, организацию досуга подростков и формирование мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей. Инициатором его создания был президент Владимир Путин. На этой неделе первичное отделение открыли на базе Матищинской флагманской школы номер 6. Наша съемочная группа побывала на торжественной церемонии. С гимна Российской Федерации началась церемония открытия первичного отделения «Движение первых». Новая организация создается благодаря инициативе самих школьников и станет общедоступным, интересным и современным пространством для детей и подростков. Первичное отделение мы открыли на базе шестой школы. Это школа, которая у нас входит в топ-100 лучших школ в Подмосковье. Это школа, которой мы гордимся в городском округе Матищи. У нас здесь ребята показывают замечательные результаты абсолютно по различным предметам. И мы понимаем, что вот эти лидерские качества, они в них, конечно же, есть. Но наша задача не отобрать лучших. Наша задача о том, чтобы дать эту возможность, стать лучшим, была абсолютно у всех. По словам Юлии Купецкой, самое главное – создать для детей и молодежи центр притяжения. Необходима среда, чтобы ребята сами хотели стать частью новой организации. Вступить в «Движение» можно с шести лет. У нового проекта открывается свое пространство, свой маленький дом, который будет находиться в новом федеральном вузе, бывшем педагогическом университете МГОУ в Матищах. Там будет развернут областной каворкинг, где активисты движения, их наставники смогут встречаться и обмениваться мнениями. Мне здесь вдвойне приятнее открывать первичное отделение, потому что я сам заканчивал эту школу. Раньше она называлась по-другому. Но самое главное, что войдя в эти стены, я сразу увидел любимых педагогов, которые когда-то, не так давно, мне преподавали информатику, математику, русский язык. И это очень теплые эмоции. И очень здорово, что именно здесь, где я закончил школу, мы открываем первичное отделение, поэтому у нас сразу становился какой-то контакт с ребятами, которые здесь учатся, и нам есть о чем поговорить. У пионеров был девиз – будь готов, всегда готов. У «Движения первых» миссия звучит более определенно, духоподъемно и с уклоном в коллективную стратегию. Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми. В Матичах продолжается конкурс профессионального мастерства «Педагог года-2023». Он стартовал в декабре прошлого года. 33 лауреата из разных школ и детских садов округа борются за звание лучшего в нескольких номинациях. На этой неделе наша съемочная группа познакомилась с претендентами на звание «Воспитатель года». Подробности далее. Каждый день на работу с неизменной улыбкой. Учитель-логопед Елена Кашицына уверена – воспитатель не имеет права на плохое настроение. Оптимизмом ее заряжают дети. И хотя в профессии она всего 4 года, Елена уже разработала ряд своих авторских методик. Доказать их эффективность она решила на конкурсе «Педагог года». Даря свою любовь и свои знания, свой опыт, тем более маленьким человечкам, которые становятся личностями в будущем, я могу дать что-то значимое и что-то важное. Добиться результатов в этой профессии без любви просто невозможно. Так считают члены жюри. Именно им предстоит определить лучших в трех номинациях – учитель года, воспитатель года и самый классный-классный. Среди тех, кто оценивает результаты конкурсантов – коллеги, педагоги, эксперты в области образования и участники прошлых лет. Вот уже год Екатерина Камерина гордо носит звание «Лучший воспитатель 2022». На самом деле очень волнительно и ответственно, потому что, конечно, это большой стресс для педагога, это систематизация своего опыта, это возможность себя показать, проявить. Но на самом деле по критериям показать себя за 10 минут, показать какой ты хороший педагог и как ты умеешь работать – это очень сложно. И здесь уже нужна харизма, здесь нужна эмоциональность определенная и, конечно, опыт работы. В этом году за победу борются 33 конкурсанта из разных школ и детских садов округа. На первом этапе им предстоит презентовать свои педагогические разработки, после чего участникам необходимо будет продемонстрировать их на практике. Опыт работы и профессионализм многим из них позволил выработать свои лайфхаки. Например, музыкальный руководитель детского сада «Буратино» Шагер Арутюнян уверена – каждый человек способен петь, нужно лишь научиться управлять голосом. Давайте ручку возьмем, карандаш, кисточку или фломастер, что мы хотим, и нарисуем динозаврика своим голосом. Сначала нарисуем голову динозаврика. Дети с удовольствием рисуют. Потом рисуем шею. Туловище рисуем. Лапы рисуем. И хвостик. А на следующем занятии дети могут рисовать этого динозаврика на одном дыхании. То есть, вот что получается. Пу-у-у-у-у-у-у! Вот такие упражнения помогают нам развивать певчевские навыки. Традиция «Проводить педагог года» в нашем городском округе зародилась более 30 лет назад. И каждый год этот конкурс притягивает к себе новых участников, идей и проекты. Кто будет носить высокие звания победителей, станет известно весной. Призера муниципального этапа представят мытищи на уровне Московской области. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили журналисты. Их у 13 января и называется Днем Российской Печати. Поздравления принимают все работники средств массовой информации. Это те люди, благодаря которым вы, дорогие телезрители, узнаете о событиях нашего округа, выдающихся земляках и интересных фактах. Кого-то из них вы наверняка знаете, а кто-то обычно остается за кадром. Обсудить планы на текущий год, перспективы дальнейшего сотрудничества и развития масс-медиа в городском округе Мытищи за чашкой чая собрались работники средств массовой информации. Эту встречу приурочили к важному празднику – Дню Российской Печати. Людей, которые своим трудом создают информационное пространство, награждают в символическом месте – студии телеканала «Первый Мытищинский». От лица Юлии Олеговны Купецкой, от себя лично, я хочу вас поздравить с этим замечательным праздником. В вашем лице поздравить всех работников средств массовой информации. Пожелать вам творческих успехов, благополучия, удачи, счастья, любви и самое главное – мирного неба над головой. Благодарностью главы городского округа награждают не только опытных работников СМИ, но и начинающих, молодых специалистов. Среди них Василий Кузнецов. Он ежедневно изучает, о чем пишут жители в социальных сетях, какие темы волнуют горожан и что интересует мытищинцев. Хотелось бы развиваться в плане журналистики, поскольку я все-таки человек в этой сфере начинающий. Безусловно, лишь бы был спрос от наших жителей на вот такое предложение, которое мы можем дать, то, собственно, да, почему нет. У нас в городском округе достаточно интересных тем. В принципе, мы этим и отличаемся от многих других городских округов, что у нас с богатой историей. Городской округ у нас очень хорошие люди. Среди почетных журналистов и Анна Горбачева. Ее жизнь неразрывно связана с журналистикой уже не один десяток лет. Будучи человеком деятельным, с активной гражданской позицией, она является автором книг и корреспондентом мытищинской газеты «Родники». Анна Геннадьевна подметила, день печати отмечают в канун Старого Нового года, а это значит, что можно загадывать желание. Она поделилась своим, чтобы в следующем году в конкурсе профессионального мастерства появились номинации почетных сотрудников СМИ. Я просто хотела бы поблагодарить администрацию округа за то, что нас не забыли. Это очень важно, когда твой труд в твоем городе замечают. Награждают сегодня и корреспондента телеканала «Первомутищинский» Анну Смирнову. Она говорит, что благодаря профессии журналистам каждый день убеждается в том, что жизнь яркая и интересная. Я безмерно рада быть частью этого журналистского сообщества, сообщества говорящего, пишущего, развивающегося и необходимого. Мне хочется поздравить нас, вас, дорогие коллеги, пожелать вам вдохновения, интересных событий и успехов в этом ценном и важном труде. Средства массовой информации – это определенно про дружную команду профессионалов и не только журналисты, работающие в периодической печати. Праздник объединяет многие профессии – телевизионных корреспондентов и ведущих, операторов и фотографов, редакторов и монтажеров, корректоров и верстальщиков. Сегодня чествуют именно их, тех, кто каждый день трудится, чтобы вы, дорогие зрители и читатели, были в курсе всех самых важных событий. Сегодня мы хотим познакомить вас с нашей коллегой Ириной Мельниковой. Вы точно знакомы с ее голосом, потому что она не один десяток лет возглавляет Мытищинское радио. В профессии она уже 43 года и, несомненно, заслуженно стала героем рубрики «Мытищи – это мы». Женщина, которая дала путевку в жизнь многим начинающим журналистам. В нашем сюжете. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете радио Мытищи в студии Ирины Мельниковой. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию тематическую программу «Врача вызывали»? Вот уже 43 года каждый эфир Мытищинского радио начинается именно с этой фразы. Слушателей приветствует его бессменный руководитель Ирина Мельникова. Свой профессиональный праздник она, как и всегда, отмечает на работе. И хотя он и называется «День печати», поздравления в этот день принимают все журналисты. Границы между, как их называют, газетчиками, радищиками и телевизионщиками в городских СМИ давно стерты. Журналист должен быть универсальным. Для муниципальных, районных журналистов вот как-то так повелось, что разделение на жанры, оно практически не существует. То есть мы такие все умейки, мы такие, выйдя в поле, мы умеем делать все. Правда. И это вот традиция, я уже говорила об этом, традиция очень давняя. То есть, правда, и написать в газету, и, извини, но и снять что-то такое для телевидения, мне кажется, я бы тоже смогла. К современным технологиям журналисты приспособились быстро. Сегодня Матищинское радио в основном вещает в интернете. Сотню лет назад об этом даже и подумать не могли, но время диктует свои условия. Чтобы, например, нужно было сделать, скажем, звук, чтобы это было на фоне музыки. То есть нужно было на один магнитофон поставить одну бобину, допустим, с музыкой, на вторую поставить бобину с голосом, а на третью, значит, вот чистовик, на который, так сказать, должна, собственно, запись осуществляться. Ну так вот, можете себе представить, как нужно было распластаться, чтобы с одного магнитофона... Включить же нужно было одновременно, да, и вот это вот все, чтобы записалось. Это нужно было прям буквально вот в полном смысле распластаться и чтобы эта запись состоялась. Много лет Ирина Мельникова возглавляет Матищинское отделение Союза журналистов Подмосковья. Каждого корреспондента, редактора и оператора она знает лично. Свой профессионализм Ирина Анатольевна старается передать подрастающему поколению, но всегда опирается на опыт работ своих учителей. Основателю Матищинского радио Надежды Тереховой, известного журналиста Евгении Дымовой и многих-многих других. Алина, ты знаешь, что я вот сейчас все больше и больше, хотя сама уже, в общем, по сути, отчасти являюсь ветераном нашей местной журналистики, но ты знаешь, все больше и больше я вот обращаюсь и в памяти, и в своей работе именно к опыту своих учителей. И понимаю, насколько это бесценное наследие, насколько это важно сейчас, потому что из-под вы, ты, ну, точно работая, применяешь их методы. Ирина Анатольевна признается, за время работы ей получилось не просто дать путевку в жизнь начинающим журналистам, но и объединить их большую медиасемью. Каждый день она учится новому и у своих коллег. Многие из тех, кого вы видите на экране или читаете в газетах, были ее учениками. Мне кажется, не имею права с вами не согласиться, учитывая, что моим первым учителем в журналистике остаетесь, и всегда были вы. Спасибо большое, Алин. Я очень горжусь тобой, и очень я рада еще одному моменту, тому, что ты вступила вот буквально недавно в ряды профессионального сообщества и стала членом Союза журналистов Подмосковья. Журналистское сообщество «Мытищ» – это сильная креативная команда профессионалов. Ежедневно тысячи зрителей, читателей и слушателей ждут эфир «Мытищенского радио», свежий выпуск газеты «Родники» и новости на Первом Итищенском. Мы продолжаем нашу рубрику «Вечно живые». Сегодня мы вспоминаем мытищенца-спасателя Павла Сергеевича Андрюшкина. Шесть лет назад он погиб при тушении пожара. Сразу после трагедии в школе номер три, где учился Павел, открыли доску памяти. А в декабре 2022-го в одном из классов появилась парта героя с его портретом. Воспоминания классного руководителя о своем ученике и герое нашего времени в материале Татьяны Горностаевой. Память о герое Павле Андрюшкине хранят в стенах Мытищенской средней школы номер три. Именно это учебное заведение Павел Андрюшкин окончил в 2001 году. Каждое утро в восемь утра Павел Андрюшкин шел по этой дороге к старому зданию третьей школы. По словам классного руководителя, он был очень пунктуальным ребенком и никогда не опаздывал. Классный руководитель Павла Марина Барсигян вспоминает, что однажды она спросила у ребят, кем они хотят стать в будущем. Одни сказали, что мечтают стать банкирами, другие – руководителями. А Паша сказал просто, я хочу быть пожарным. Вы знаете, меня это очень удивило, потому что ребенок 9 класс, вроде как 14-15 лет, и вдруг пожарным. Я его спросила, как сейчас помню, Паша, а почему? Он говорит, а я хочу помогать людям и спасать. Через несколько лет после этого классного часа мечта Павла осуществилась, и он был рад заниматься любимым делом. Пока не случилась беда. Андрюшкин погиб в 2016 году при тушении пожара в Москве. На тот момент ему исполнилось всего 32 года. Когда произошло это несчастье, конечно, в школу пришло известие, это был удар. Если честно, был удар, просто на самом деле очень страшный. Я не могла поверить, потому что я реально понимала, что, во-первых, у мамы этот ребенок один, он один, это ее… Ну, это все для мамы. По словам родных, Павел как будто причувствовал беду. И за несколько дней до трагического пожара попросил похоронить его рядом с дедом. В школе номер 3 каждый ученик знает имя героя – Павла Сергеевича Андрюшкина. Я знаю, что Павел Сергеевич Андрюшкин учился в нашей школе и очень хорошо ее закончил. Павел Сергеевич еще в школе мечтал стать пожарным. Он закончил 9 классов и еще осуществил свою мечту. Павел был хорошим спортсменом и участвовал во многих соревнованиях, где занимал призовые места. Павела Андрюшкина уважали в школе, как нам рассказывали. Он имел довольно-таки хороший авторитет среди своих сверстников и учителей. Я знаю, что Павел Сергеевич был награжден Орденом Мужества посмертным. Как вы думаете, какие есть качества у этих ребят, взрослых и таких же ваших сверстников, и почему они совершают этот поступок, который позже мы с вами называем подвигом? Они видят угрозу и они летят устранить этот подвиг. Месяц назад в школе номер 3 торжественно открыта парта героя в честь Павла Андрюшкина. Право сидеть за этой партой присуждается лучшим из лучших. Как ее открыли, я сижу за ней. И то есть получается, что каждый день ты чувствуешь какую-то ответственность, что не зря тебя здесь посадили. Значит, что-то в тебе есть, и ты это должен поддерживать. Ученики гордятся историей своей школы, берегут и приумножают школьные традиции. Свято чтят память героев-мытищенцев, чьи портреты развешаны на стенах в школе. Это аллея славы, аллея героев, наших мытищенцев. Наших ребята знают, они проводят здесь экскурсии для ребят начальной школы, для ребят пятых, шестых классов. Экскурсии рассказывают о наших героях, о их подвигах. Поэтому мы гордимся нашей аллеей героев. Но самое главное у нас – это наш Павел Сергеевич, который находится в самом начале нашей галереи. Человек жив, пока жива память о нем. Мы не устанем произносить эти слова каждый раз, когда речь идет о людях, которых больше нет. Но имена и подвиги никогда не сотрутся из нашей памяти. Таковы были главные события уходящей недели. Хороших вам выходных! Берегите себя и помните, команда Первого Матищенского работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова